Это ноябрь 24 здравствуйте и мы готовы рассказать о главных событиях этого дня. Заплатят по полной предприятиям не установившим счетчики на воду придется заплатить по тарифу. Нарушители переравняли к ворам. В ожидании реакции ноябрьцы попросили соцзащиту и правоохранители вмешаться в историю пенсионерки, которую выгнали на улицу. И надеть жилеты. Водители обяжут носить цветоотражающую одежду. Расскажем, когда новые правила вступят в силу. В платежках не опечатка. Полторы сотни организаций получили счета с колоссальными суммами за воду. Энергозаптовая компания «Восток» продолжает борьбу с нарушителями. Речь идет о юридических лицах, у которых нет приборов учета или счетчики не прошли процедуру поверки. Списки и банки, промышленные предприятия, юридические конторы, медучреждения. Общее количество 158. Так, одна из организаций вместо 35 тысяч за месяц должна будет заплатить 501 тысяч рублей. И это еще не самая крупная сумма. Пока рекорд это без малого 3 миллиона вместо 400 тысяч. Изменить систему расчета коммунальщикам позволяет федеральный закон об энергосбережении. Он был принят еще в 2009 году, но до сей поры поставщики ресурсов шли на уступки тем, кто так и не установил приборы или просто систематически не сдавал показания. Документ позволяет применять к таким нарушителям ту же схему расчета, что и к тем, кто просто самовольно подключился к сетям и ворует воду. То есть по максимальной пропускной способности трубы. Всех потребителей мы уведомили за два месяца до данных выставлений, где четко было прописано, что согласно данному уведомлению необходимо установить прибор учета, либо его заменить в связи с тем, что истек срок поверки прибора учета. Но, к сожалению, по какой-то причине, либо кто-то не сосчитал нужным заменить прибор учета, либо, ну не знаю, не откликнулся на это уведомление. Тем не менее, те, у кого есть приборы учета, но по ним просто не сдавали показания больше полугода, еще могут рассчитывать на перерасчет. Для этого потребуется написать заявление в энергозабытовую компанию. Такие же изменения грядут и по расчету отопления, но по этой коммунальной услуге никаких поблажек уже не будет. В истории бабушки, которую зять отправил жить на улицу, появились новые подробности. Одной из главных проблем оказалось отсутствие у нее российских документов. Журналисты нашего телеканала поговорили с представителями полиции и управления социальной защиты. Как они отреагировали на ситуацию и намерены ли в нее вмешаться, прямо сейчас расскажем. Специалисты социальной защиты навестили бабушку сразу после выхода нашего сюжета. Они пообщались с семьей, посмотрели квартиру и решили, что пенсионерка живет в хороших условиях и ни в чем не нуждается. Родственники подозрений не вызывают, да и сама женщина на зятя и не жалуется. Речь о том, чтобы взять на контроль эту семью нет, потому что мы поговорили и с участковым, то есть семья положительная, никто эту бабушку там не обижает. Но, конечно, мы будем навещать бабушку, будем узнавать, как ее дальнейшая жизнь проходит. В минувшие выходные тревогу забила соседка пожилой женщины. Вечером, как она утверждает, увидела, как мужчина тащит бабушку во двор, которая плакала и была явно напугана. Верхней одежды не было. Мужчина довел ее до мусорных контейнеров и оставил. Позже, когда в его двери постучали наши корреспонденты, он сообщил, что в своем поступке не видит ничего страшного. Таким способом он всего лишь хотел разрешить конфликт между своей женой и бабушкой. Мы с ним ни разу не ругали. Я не знаю, что на нем. Наверное, ему надо было. Залетел, схватил меня. Я лежала. Разобраться в произошедшем обещали и сотрудники полиции. По итогам проверки правоохранители заявили, все законно. Случай единичный, поэтому произошедшее можно расценивать как бытовую ссору. Дело пока заводить не стали. В настоящее время проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято законное обоснованное решение. Сама пенсионерка сказала, что обиды ни на кого не держит. А многие события 90-летняя женщина и вовсе помнит не точно. А полицейские и представители соцслужбы свои формальные обязательства выполнили. Екатерина Бруцкая, Сергей Маландий, Ноябрьск, 24. Тюменская область попала в черный список генпрокуратуры. Ведомство опубликовало доклад о количестве преступлений за первое полугодие этого года. В первой десятке есть и Тюменская область с учетом округов. В первой тройке Москва, Московская область и Краснодарский край. Тюменская матрешка на седьмой строчке отрицательного рейтинга. Всего за этот период официально было зарегистрировано почти 29 тысяч преступлений. Этот показатель немного ниже статистических данных за аналогичный период прошлого года. Отдельно прокуратура отмечает, что у наших соседей в Югре кратно выросло количество коррупционных преступлений и дел, связанных с мошенничеством. Тем, кто до 1 декабря не заплатит налог на имущество, грозит штраф. Комментируя нововведения, логовики напоминают об обязанности граждан самостоятельно оформлять все документы о наличии квартиры или новой машины. Те, кто до 31 декабря так и не заявят о своем приобретении, должны будут заплатить пене в размере 20% от неоплаченной суммы. Узнать сумму своих обязательств перед государством можно двумя способами. На сайте налог.ру, либо из уведомления, которое будет отправлено по почте с заказным письмом. В Ноябрьске открылось перенство по военно-прикладным видам спорта «Патриот». Участвуют в нем почти 100 подростков из 8 муниципалитетов округа. Все мероприятия в рамках перенства пройдут на базе регионального центра патриотического воспитания. Подробности в материале далее. Продолжение следует... Высота вышки 24 метра. Подготовка к прыжку серьезная. Мы проводим парашютную подготовку по приземлению. То есть отработка приземления, разминка голеностопа и отрабатывание движения в воздухе. То есть непосредственно уже в полете. И чтобы прыжок все-таки состоялся, должна быть благоприятная погода. Без осадков и сильного ветра. Наверху на площадке дуть должно не сильнее 5 метров в секунду. Показательное выступление воспитанников ноябрьского центра «Кадет» – одно из зрелищных мероприятий в рамках перенства по военно-прикладным видам спорта «Патриот». Почти 100 подростков в возрасте 14-16 лет съехались в Ноябрьск из 8 муниципальных образований Ямала. Для них впереди несколько дней насыщенной работы. Первый вид – это военная подготовка. Что все включает по дисциплинам? Значит, это строевая подготовка, разборка-сборка оружия, метание ручных гранатов. И теория – это проверка знаний конкурсантов, не конкурсантов, а юнормейцев, о знании истории Отечества, о ратной подвиге Отечества, так сказать. Следующий вид у нас – военезинная эстафета идет. Следующий вид у нас идет – стрельба из пневматической винтовки. И четвертый вид – атлетическое многоборье. Готовились к сборам парни и девушки серьезно. Важно все – сила, выносливость, знания истории нашей страны, слаженность работы всей команды. Самый сложный будет этап – стрелковый, когда нам надо будет из травматического винтовки стрелять по мишеням. А так все остальные этапы, если захотеть, можно все сделать. В рамках первенства пройдут семинары, в них примут участие руководители военно-патриотических объединений и кадетских классов. Как финансируются проекты, мы расскажем, какие бывают гранты, как готовятся документы. Продлится первенство до 28 сентября. В этот день подведут итоги и наградят победителей. Для лучших подготовлен сюрприз. Занявшим первое, второе и третье места вручат васильковые береты. Нам, одному центру в России, разрешено вручение по разрешению комендата Кремля и командира президентского полка. Лучшим ребятам вручать береты президентского полка. Берет нужно заслужить, показать свои знания, свою стойкость, мужество, смелость. И вот ребята, которые проходят испытания, они с гордостью носят береты. Ольга Попова, Александр Иванов, Ноябрьск, 24. «Газпромнефть» впервые использовала беспилотник для доставки груза на месторождение. Дрон взлетел с центральной базы предприятия в Ноябрьске и преодолел 40 километров до цели за 42 минуты. На пограничное месторождение «Газпромнефть» на «Брестнефтегаза» было доставлено отправление весом 4,5 килограмма. В компании заявили, что подобные испытания подтвердили возможность использования беспилотников для доставки грузов на отдаленные производственные площадки, где в осенне-весенний период отсутствует наземное сообщение. А также в случаях, когда использование вертолетной техники экономически нецелесообразно. В дальнейшем возможно использование больших беспилотников, способных перевозить груз в 200 килограммов. Водители могут обязательно носить светоотражающие жилеты во время ночных остановок за городом. В полиции заявляют, что инициатива призвана защитить участников дорожного движения. Если изменения в правила будут приняты, то водителям, которые останавливаются на дороге в темное время суток и при плохой видимости, прежде чем выйти из салона, предлагается надевать светоотражатели. Это может быть специальная куртка или жилет. В ведомстве объяснили, что растет число аварий, в которых пострадали водители, покинувшие автомобиль в ночное время. Предложенное требование является обязательным во многих европейских странах и дает свой положительный эффект. В настоящее время проект постановления находится на стадии общественного обсуждения. В ямальских школах и детских садах начались плановые медосмотры и иммунодиагностика туберкулеза у детей. Детям до 7 лет будет ставиться проба по прежнему МАНТУ. Более старшие в этом году пройдут диагностику при помощи диаскин-теста. Врачи разъясняют, это более современный метод. Благодаря раннему обследованию доктора выявляют 90% заболевших. В округе ситуация с детским туберкулезом обстоит лучше, чем в России. За этот год болезнь была выявлена у 7 детей и 4 подростков. Кроме того, врачи предупреждают, те школьники, родители которых отказались от проб, в течение месяца должны принести заключение от врача-офтезиатра и подтвердить, что они обследованы на туберкулез другим методом. Если в течение месяца такой справки не будет, ребенка могут отстранить от учебного процесса. Эфир телеканала «Ноябрь 24» продолжит прогноз погоды. Не переключайтесь.